Проект закона об отходах, производства и потребления Омской области сегодня рассмотрели в законодательном собрании. Поправки коснулись 5 и 6 статьи. Полномочия правительства Омской области и органов исполнительной власти в сфере обращения с отходами теперь четко разграничены. Областная власть теперь отвечает за документальную и нормативную базу. Проще говоря, диктует, что и как делать, а городская исполняет то, что предписано. По мнению депутатов, принять данные поправки необходимо. Мы хотели привнести большего по полномочиям, по субъекту и по муниципалам в этом законе, чтобы всем все было понятно, кто чем занимается. На решение вопроса, важного причем вопроса, депутатам потребовалось не более двух минут. Поправки приняли, однако некоторые депутаты поставили под сомнение эффективность предпринятых действий. Ведь пока власти разбираются, кто и за что отвечает, город буквально утопает в мусоре. Проблема утилизации твердых бытовых отходов достигла критической точки. Единственный действующий полигон, который имеет право принимать ТБО, находится в селе Надеждино, в 20 километрах от города и не справляется с трафиком. Два других в Кировском и Ленинском округах работают нелегально. Вывоз мусора туда запрещен, ведь они находятся в черте города. Вместо того, чтобы строить новый полигон, чиновники тянут время и пытаются изменить границы города, чтобы вынести полигоны за его пределы. Город растет, развивается, он устремлен в будущее, потом натыкается на ровно местного мусора, что-то беспропорственно возникает. Мы подождем, типа, закон не надо, но не очень, но по обыкновению не приступает в рамках существующего законопроекта. Редактор субтитров А.Семкин